Доброе утро! В нашей студии Зеля Валеева, директор музея-заповедника «Казанский Кремль». Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, у нас совсем немного времени остается до чемпионата мира по футболу, и мы знаем, что «Казанский Кремль» не будет в стороне. Что интересного будет для туристов? Да и для гаража тоже. Не в стороне, в центре будет событий. В центре, да, в центре событий. Это неизбежно, потому что на самом деле болельщики, фанаты футбола, хотя и приезжают на матчи, но они, конечно, все пользуются возможностью познакомиться с городом, в который они приехали, с республикой. А в этот раз приедут и гости, которые, наверное, впервые посещают нашу страну. Поэтому мы стараемся сделать все для того, чтобы они увезли самые интересные и богатые впечатления. У нас такой опыт уже есть. Я помню еще совсем недавно, когда проходил Кубок Конфедерации, были такие дни, когда в Кремле вот яблоку негде было упасть, и шло братание болельщиков разных стран, потому что каждые группы приходили со своими знаменами, города Российской Федерации, регионы. И, конечно, тогда у нас был эксперт международный, который приезжал по вопросам Свиярска, и, посмотрев на все это действие, он сказал, вот так должен жить памятник ЮНЕСКО. Практически весь мир у вас, и на самом деле вот такое приятное впечатление у нас осталось. Ну и мы, конечно, гордились, потому что люди, которые приехали в гости, на самом деле пользуются тем, чтобы познакомиться с одним из объектов, который вошел во всемирный список всемирного наследия. Ну это и сердце Татарстана, в общем-то, считается. Конечно, поэтому знакомство с Казани, с Татарстаном, оно правда начинается в Кремле, и поэтому мы пользуемся случаем для того, чтобы рассказать и о своей стране, и о своей республике, и о своей столице. И у нас будет очень много интересных выставок. Достаточно сказать, что вот несколько ведущих российских музеев будут представлять на наших площадках выставки. Это и Эрмитаж с уникальной выставкой «Царские дары. Ювелирные искусства. Подарки нашим императорам, Петру Первому, Екатерине и их датам». То есть это образцы высочайшего ювелирного искусства, которое всегда пользуется интересом зарубежных посетителей. Я думаю, что и нашим татарстанцам эта выставка будет интересна. Кроме того, мы привозим выставку из Третьяковской галереи «Передвижники». Это один из ярчайших периодов развития отечественного изобразительного искусства. Период, когда шли поиски такого национального самоутверждения, поиски новых образов. Одни имена – Репин, Брюлов, Левитан, Воснецов, Шишкин. Это все не просто имена первого ряда, но и работы тоже точно шедеврального ряда. Поэтому я думаю, что эта выставка интересна абсолютно всем. И, конечно, мы представляем и выставку. Она у нас плановая, поскольку республика готовится к 100-летию образования Татарской ССР. И у нас есть из этой серии выставка. Она посвящена достаточно драматичному периоду истории, сразу после революции, эпохи Гражданской войны. Какие поиски в Поволжье шли по дальнейшему государственному строительству, какие идеи были. Как на фоне таких многоплановых событий, чаще всего трагических, шло становление Татарской ССР. Я думаю, что эта выставка также вызовет интерес. Ну и, конечно, есть такие выставки, они, может быть, небольшие по объему, но очень знаковые. Например, я думаю, что всем, кто приехал в Казань, будет интересно узнать, что отец, основатель видеоарта, думаю, что я имею в виду Булата Махмудовича Галеева, именно родился в Казани. Вообще все, что связано с современными визуальными искусствами, оно начинало вот здесь формироваться, в Казани. И поэтому мы на фоне 20 его авторских фотографий Старой Казани будем проводить и выставку, и посетители увидят и поющий Шамаиль, и Тугры Попова, и перенос музыки на видеоряд, видеоряда на музыку. Поэтому такие будут воркшопы, музыкальный образ Казанского Кремля. Я думаю, что это будет на самом деле по-настоящему интересно. Кроме того, мы представляем одну из интереснейших школ иконописи Ростова-Суздальскую. В музее Благовещенского собора будут представлены два шедевра из этой школы. Это один из интереснейших образов Богоматери, Божья Богоматерь Неопалимая Купина, 16 век. И житие святителя Николая. Это начало 17 века. У нас есть такая программа, все Кремли в гости к нам. И мы стараемся шедевры Кремля и России показывать у себя. И вот в данном случае знакомим со знаменитейшей школой иконописи. Мы понимаем, что выбор выставлен грандиозный. Программа грандиозная, да. Невероятный. Выбор будет и разнообразный, и как всегда в Кремле, чтобы каждый действительно увидел, посмотрел то, что он хотел бы. Поэтому на все, как говорится... Вкусы, да. На все интересы, я бы сказала, будет программа. И важно заметить, что туристы будут из разных точек планеты. И говорят они тоже на разных языках. Как будет выстраиваться контакт с людьми, которые говорят по-английски, по-французски? Это более-менее просто. Но испанский и так далее. К этому ушла большая работа. Во-первых, даже на выставочных пространствах у нас будет 4 основных языка. Татарский, русский, английский, китайский. А все остальные языки для нас это может быть как бы более просто. Потому что Кремль действительно работает на разных языках. И у нас есть специализирующиеся экскурсоводы. Из восточной страны приехали, из европейского государства или других стран. Мы и в обычные дни работаем с туристами из зарубежных государств. Поэтому для нас это, можно сказать, достаточно уже привычная атмосфера. Но по каким-то языкам тоже пришлось подтянуться, искать экскурсоводов. Ну и последний вопрос очень коротко, буквально несколько секунд. Самое главное, режим работы Кремля в Нечу Берет Мира. Вы знаете, кроме ведь выставочного пространства, на территории Кремля тоже будут разные действия, фестивали. Вот оркестр Сфорсанда будет показывать свои программы, фестивали альтернативной татарской музыки, Сэнфест. Это все предполагает, что и Кремль будет работать и в вечернее время тоже. С утра до вечера. Поэтому вот также футбольная ночь в музее предстоит. Поэтому один из дней мы будем работать так же, как вот минувшую ночь практически всю ночь. Минувшую ночь в музее, я имею в виду. Вот 23 тысячи гостей побывало в эту ночь, поэтому ожидаем, что так же будет и в дни футбольного чемпионата. Будет больше, я уверена. Спасибо большое, очень интересно.